Большая благодарность от Кутузкина и немного о нем самом. Постблагодарность от домашнего мини-приюта «Девять жизни» за такие замечательные и нужные приюту подарки. Спасибо огромнейшее фонд «Андромеда», отправителю Андрею Хрящкову и Наталье. Вы делаете огромное дело и уже неоднократно помогали медикаментами животным. Спасибо за вашу поддержку. У нас есть на будущее много ошейников от блог и прочей нужности. От Кутузова особенно спасибо, все проверил и оценил. А теперь немного о нем и это крайне нерадужно уже все. Обсуждали мы с Владой предполагаемое лечение инсент стресса и возможную альтернативу ТВК, которую советуют люди из сети, но у нас такой препарат никто не знает, не назначает и уж тем более никто ним не пользовался. Вот хочу этот инсент стресс попробовать. А теперь знаете, что самое интересное? Нам тест повторно придется сдавать. У нас не Вика, а лейкоз. Верно, в друге, когда мы делали анализ, врач ушел, а диагноз медсестра сказала. Я первый раз тест такой сдавала и переспрашивала, что у нас конкретно. По F-E-V-L, надеюсь правильно сказала латиницей сокращение, это лейкоз. Лейкоз вообще не лечится, но этот же препарат тоже советуется при нем. Вчера в группу подписалась лейкозников, инфы там куча, конечно. Вот и я себя сейчас чувствую такой дурой теперь, говорит Влада. С Милей Евгеньевной мы тоже на связи всегда, тоже на Вик указывал. И хозяйке теперь голова просто пухнет. Ведь Кутузов с нами с осенью в группе риска вся толпа выходит. Хроников бы тоже подстраховать и свозить на тест. Да и у остальных может выстрелить в любой момент. Называется ходи и бойся. Хотя по Кутузкову и не скажешь. По поведению на ушах стоит. Сидит сам в комнате, от скуки дуреет уже. А вот посмотрите на лист назначения. Мы его уже как-то публиковали, но давайте еще раз глянем. И вот Артем Евгеньевич прописывает РАЛТЕГРАВИР. Привик. Может для них это два вируса едины и их не различают? Мы уже, если честно, ничего не понимаем похоже. А представьте, что чувствует Влада, когда катается с ними по бестолковым врачам. Многие хвалят Артема. Но там все сложно, конечно. Полтора часа тогда она проторчала. Да, почистили глаз, сделали тест. Но это все так долго было. И коль ведут тесты, почему тогда вот такая ситуация? Ладно, волонтер не понимает чего-то. Но хоть точно был диагноз, уже ставили раз заплачены деньги. И было такое ожидание. И на самом деле ехать туда тоже опасно сейчас. Девчонки в Грету, другие волонтеры возят котов. Надо еще там попробовать. В целом рецензия на Грету, ну не скажу, что какая-то великолепная. Но нормальные отзывы. Хотя тоже смотря с чем туда ехать. Я сойду с ума, если у нас плавно начнет косить хвостов. Срина хвостиками борешься. И то одно, то другое. Теперь и это зараза. Как их вот теперь подторковать всех? Каждого невозможно обследовать. Бубка и Бодя с рождения с этими соплями. Но каким-то чудом. Ни панкликопения, ни что другое не цеплялась. Хотя там иммунитета, казалось бы, никакой. У Потапа никогда ни чихов, ни соплей не было. А уже вторично сажают на антибиотик. На языке язва повторно. Угнетенное состояние и лимфоузлы воспалены. Схему начали на следующий день. Вроде отошел. Хорошо, хоть препараты нужные были в запасе. Рассказывают волонтеры своих подопечных. А перестраховать, видимо, никак и нельзя. Кто слабее заболеть может, кто сильнее его не возьмет. Это вот сейчас, как темный лес. И чем дальше, тем страшнее.